Аджаб сандал по-сухумски В 70-е, 80-е годы. В то время проживало очень много разных национальностей. Армяне, грузины, греки. В общем, очень много всяких кавказских национальностей, не кавказских. Есть два варианта. Был, во всяком случае, было два варианта. Один вариант Аджаб сандала жареный, один тушеный. Сегодня мы будем готовить вариант жареный Аджаб сандала. Для приготовления нам потребуются баклажаны, перец. Обычно кладут сладкий перец и горький перец. Значит, у меня здесь вот такая вот, я купила, мне сказали, что он сладкий, но с такой горчинкой. Ну, посмотрим. Если не будет он горький, я добавлю еще перчик чили горький. Помидоры, зелень. У меня здесь кинза и петрушка. И еще достаточно часто кладут базилик. Такой зеленый или фиолетовый еще, сухуменозырали его васильком. Чеснок, соль по вкусу и растительное масло. В свое время еще делали даже в сухуменосливочном масле. Но я буду использовать растительное масло. И, прошу прощения, я забыла о луке. Это очень важный ингредиент. Что касается до количества, вот у меня таких три крупных баклажана. На них я буду брать половину, скажем, общего, от общей массы баклажан, буду брать половину количества лука, одну-вторую лука, одну-вторую перца, одну-вторую помидор, ну и пару пучков зелени. И чеснок, я взяла здесь у меня 3-6-8 зубчиков. Но это как вам больше нравится. Итак, овощи нарезаются достаточно крупно. Лук, например, я буду резать такими полукольцами. Вот такими полукольцами. Среднее порежу зелень, чеснок, баклажаны, перчик. Все будет достаточно крупно нарезано. Вы сейчас все это постепенно увидите. Итак, я начинаю с обжаривания лука. Я наливаю. Нужно стараться не так много, потому что баклажаны впитывают очень много масла. Поэтому я буду стараться минимально обжаривать в минимальном количестве другие овощи. Я буквально вот кладу, скажем, столовую ложку. Если надо, лучше я еще чуть-чуть прибавлю. И вот весь этот лук, видите, его достаточно много, я высыпаю в ковраду и обжариваю. Итак, лук у меня обжарился. Он приобрел такой красивый золотистый оттенок. Я сейчас его буду перемещать, кладь в кастрюлю, в которую я буду складывать все обжаренные овощи. Теперь подолью масло. Сначала, наверное, надо почистить с ковраду. Итак, я налила масло. И сейчас буду обжаривать баклажаны. Если у вас баклажаны горькие, значит, нужно их предварительно посыпать солью. Оставить где-то минут на 15-20, чтобы они дали такой сок горький, вынули. А у меня баклажаны не горькие. Они сладкие, эти баклажаны, скажем так, не горькие. Хорошо нужно разогреть сковороду. Потому что баклажаны имеют свойство, как губка, впитывать масло. И чем будет сковорода горячее, масло горячее, тем меньше он впитает. Он как бы запаяется. Вот я кладу. И я делаю большими кусками. Почему? Опять же, чтобы минимизировать поверхность, которая может впитать масло. Потому что слишком много масла, это уже будет чересчур. Именно столько, сколько они возьмут. Они будут брать, пока масло не закончится на сковороде. И так я обжариваю баклажаны. Даже если они у вас будут чуть-чуть, скажем, жестковатые, они все равно потом в кастрюле во время притушивания дойдут до кондиции. И так обжариваем баклажаны. И так я хочу показать, что я обжариваю баклажаны до состояния, видите, вот такой вот мягкости. Видите, они получаются мягкие такие. Когда они станут мягкими вот такими, они уже у меня идут в ту кастрюлю, где у меня находится лук, и будут все остальные овощи находиться. Вот так, вот до такой степени я обжариваю баклажаны. Итак, баклажаны обжарились. Теперь приступаю к обжариванию перца. Обжариваю сладкий и горький перец. Итак, перец у меня обжарился. Теперь я нарезала где-то 5 штук помидоров, таких вот средних, достаточно крупными кусочками. Я нарезала вот такими. Сейчас я добавляю их к перцу. И буду все обжаривать вместе. Итак, помидоры с перцем обжарились, стали мягкими, дали сок. Теперь я их добавляю в общую кастрюлю с нашими овощами остальными. Итак, я накрываю. Сейчас я все перемешала, все овощи, как вы видите, и перец, и баклажаны, и лук. Сейчас я все закрою крышкой и буду тушить в течение 15-20 минут. Где-то за 5 минут до потачи я добавлю рубленую зелень и рубленый чеснок. Пока джапсандал тушится, я на отдельной сковороде пожарю картофель. В тех вариантах, которые, в общем-то, для интереса я смотрела, люди готовят картофель, его кладут обжаренный прямо вот туда со всеми овощами. Но в том варианте, который я готовлю, который я знаю, картофель при приготовлении жареного чеснок сандала подается отдельно. В этом, в общем-то, есть смысл. Почему? Потому что если мы не съедим все овощи, на следующий день они будут только вкуснее. А картофель, находящийся внутри вот этих жареных овощей, он не будет таким вкусным, как в первый день. Но выбор за вами. И так я делаю наш джапсандал именно по-сухумски, так как я его знаю. И я буду подавать жареный картофель отдельно. И так, джапсандал хорошо протушился. Сейчас я добавлю к нему зелень и чеснок. И так, наш джапсандал по-сухумски готов. Желаю всем приятного аппетита и хорошего дня! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!